Виталий Бианки, Кузяр Бурундук и Инойка Медведь Прежде Кузяр Бурундук был весь желтый, как кедровый орешек, без скролупы. Жил он, никого не боялся, ни от кого не прятался, бегал где хотел. Да раз ночью поспорил с Инойкой Медведем, а маленькому с Борешими знаешь, как спорить. И выспоришь, да проиграешь, спор у них был, кто первым утром солнечный луч увидит. Вот забрались они на пригрышек и сели. Инойка Медведь села лицом в ту сторону, где утром из-за леса солнцу вставать. А Кузяр Бурундук села лицом туда, где вечером солнце зашло за лес. Спиной к спине сели и сидят, ждут. Перед Кузяром Бурундуком высокая гора поднимается. Перед Инойкой Медведем лежит долина гладкая. Инойка Медведь думает, вот голубый Кузяр, куда лицом сел, там до вечера солнца не увидишь. Сидят, молчат, глаз не смыкают. Вот стала ночь светлеть, разведнелась. Перед Инойкой Медведем долина черная лежит, а небо над ней светлеет, светлеет, светлеет. Инойкой думает, вот сейчас пойдет на долину первый лучик, я выиграл. Вот сейчас, а нет, все нет, нет лучика. Ждет Инойка, ждет. Вдруг Кузяр Бурундук за спиной у него, как, закричит. Вижу, вижу я, я первый, удивился Инойкой Медведь. Перед ним долина, все еще темная. Обернулся через плечо он, а позади-то макушки горы. Так солнцем и горят, как золотом и блещут. И Кузяр Бурундук на задних лапках пляшет, радуется. Ой, как досадно инойке Медведю стало. Проспорил ведь малышу. Протянул тихонько лапу, цоп, за шиворот Кузяра Бурундука, чтоб не плясал, не дразнился. Дорванулся Кузяр Бурундук. Так все пять медвежьих когтей и проехали у него по спине. От головы до хвоста пять ремешков выдрали. Шмыгнул Кузяр Бурундук в норку, залечил, залезал свои раны, но следы от медвежьих когтей остались. С той поры робкий стал Кузяр Бурундук. Ото всех бегает, по дуплам прячется, по норкам. Только и увидишь, пять черных ремешков мелькнут на спинке, и нет его. Продолжение следует...